Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Газерин Сторм, в которой я не играю, а комментирую действия других участников. Вот такая вот партия. Рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись на эту, потому что лучше смотреть с самого начала, ссылка есть в описании к этому ролику, либо в правом верхнем углу появляется. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». И спасибо вам, уважаемые спонсоры, за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. В более крутые намного быстрее. 34-39 против 10-9. Как бы без шансов особо. Ну, Монгол тоже странно сыграл, честно говоря. То есть, сидеть с двумя городами так долго, не выходить в своих... Ну, всадников он вышел, конечно, быстро, но он не поставил ни военные лагеря, не поставил, ни своих уникальных зданий не сделал. То есть, ему надо было уникальные здания ставить, хотя бы... Ну, проблема еще с лошадьми у него, но... Можно было три лошади быстрых сделать и, в принципе, Ларошелю прибежать в тыл вообще к французу. И Ларошель... Помните, я когда включался, был... Вот всадник где-то вот тут стоял, или здесь, или здесь, и Ларошель была силой 10. Он прибегал всадником, ну, правда, там француз мог юнит какой-нибудь купить, но он даже одним всадником мог бед наделать. С этим городом. Я говорил, что он падает, этот город, но... Ну, и у монголы проблемы с деньгами. У француза откровенно просто лучше место. Просто лучше место. У него там у столицы три ресурса сразу разнообразных. Вот апельсины, лисицы и шоколад. Ну, цитрусовые, меха и шоколад. Какао. Разные. Разные. Они все дают кучу золота. Три золота, пять золота, два золота. Еще и культуру, тут и еду дают. Плюс он поставил Ларошель, который выкупил клетки, его везуя, которые тоже деньги давали. То есть у него куча денег, 43 вход. Он просто армию покупает. Жесть. Третья руинка. 50... 10 вера. Ну, отлично. Хоть и религию основывай. Осталось выйти в золотой век и потратить эту веру на что-нибудь. Так, кого я тут забыл и долго не смотрел. Рим долго не смотрел. Что у него с расселением? Еще не расселился окончательно. Ну, Риму надо просто расселиться, а потом кучу рабочих скупить и все обработать себе вокруг. И ему бы, конечно, побыстрее выйти. Рим не встретил только Монгола. И есть шанс, что он его и не встретит никогда. Да, кстати, городов-государств, как ни странно, все еще мало встречено. Это у нас... Слушайте, а супергерл Брюссель все еще жив? Да. Но не поставлен. Да-да-да. Жив, но не поставлен. Я раздумываю насчет Антона Рива. В каком смысле раздумываешь? Ну, скушать. Да, скушать или нет. Так лишний гоготь, чем мешает. Ну, а почему не оставить ГГшку, как свой Сузерян? А там же какой-то бонус прикольный, по-моему, Антона Рива. А, да, очень-очень неплохой бонус. Да-да-да, кстати. Да, плюс 2% культуры за каждого великого человека. Прямо даже крутой бонус. Поэтому, кстати... А ты уже союзник его, да? Да. То есть, поэтому и культуры так много у американца, потому что он уже там несколько великих людей взял. У него уже плюс там процент по культуре. Ну, вот еще, видите, американцу, где можно будет... На этом острове точно ставится город. Там выше слишком много, наверное, зимы. Интересно, а будет ли Конго все-таки ставить в сторону американца город? Вот интересно. Науку открываешь. Вот там, вот здесь, на мини-карте я показываю. Вот здесь и американец и Конго могут поставить город. И никто из них почему-то... Туда и особо не... Вот Конго строит посела. Так, первый посол... Убирает на поселенцев. Что у него там поселенец строится? Да. Вот не показывает почему-то у Конго... Зеленую, зеленую. Это я зави кричу. Я понял, понял. Я постоянно забываю тоже карточки ставить. Менять эту зеленую карточку. Так, плюс два. Не, ребят, на полном серьезе, может, прибавим, Таня, нет? Ну, мало очень. Мы не можем его прибавить. Как-то можем, можем? Можем, но не будем. Ну, мы с модом играем на... А, вот, вы посмотрите. Ну, он выстраивает просто в зависимости от количества городов, я так понимаю, в самое время. Да, да. Мы как-то к нему уж привыкли. Это более динамическая игра. Я понимаю, что... Ну, ребят, давайте прибавим города. Ничего не понятно было сейчас. Давайте прибавим города, тогда каждый по городу скинется, таймер увеличится. Ты знаешь, вот как раз это вот к тебе в первую очередь относится на самом деле. Сейчас, подожди. Поверь, у всех остальных намного больше, чем у тебя. Так что маленький таймер, в первую очередь виноват Миско. Да. Ну, не знаю, Конго надо тут город ставить. Мне просто интересно... Ну, как бы и американец может там город ставить. У меня такое ощущение, что они оба считают, что там не надо его ставить по какой-то причине. Но Конго просто надо, иначе ему некуда расселяться. А американцы, если американцы еще есть куда, то Конго некуда. А, мистер Ди, отосновал уже религию? Да. Покажи, пожалуйста. Показываю. Так, храмы и святилища производят пищу столько же, сколько и веры, позволяют строить ступы. Ага, спасибо. То есть он попробует в религию сыграть? Ну, кстати, есть Наска. Все же кормите будешь меня, да? Есть Наска. Ну, я, правда, не так много пустыни. Он, скорее всего, будет ее занимать... Ну, ты же просил занимать ромашкой, скорее всего. Она, кажется, не будет работать на Конго. Вот именно на Конго. Она... А нет, она будет, а все бонусы будут работать, если я священка просто... Подожди. Так ты как раз-таки священки строить не можешь? Да нет, я вроде же могу строить. Нет. Нет, не можешь. Вот как раз-таки вот это вот... А, вот, собственно, да. На Кормимир, оно... Вот именно это верование, оно не будет работать. Бесполезная вера. Бесполезно. Так, у кого еще есть вера, признавайтесь, приносите. Ну, просто реально, оба верования венгра, они тебе сейчас не нужны, потому что они у тебя просто не работают. Не на Кормимир, не ступы ты не сможешь сделать. Ну, по факту, да. Ну, я все равно накормлю. Накормят меня. Так, а что это он? Да, раз ты так просил, раз ты так просил. Ага, вот этот остров, тут вся тундра, тут Риму нету смысла. Ну, наверное, Риму придется тут селиться все равно даже в тундре. Так, то его остров не особо большой. Ну, Янгер строит поселение, чтобы где-то здесь поставить. Лады. Меня все-таки интересует, куда Конго хочет. Я там не особо не следую. Я переключу сейчас, наверное, посмотреть войну Монгола с Францией, но там... Ну, что я тебе могу сказать? Там все понятно. Струкие положения оказались неверными. В плане? В плане насчет то, что мне поднасып. Это селитра-то, это не страшно, как бы, самое... Да, тоже неплохо, понимаешь? Я больше переживаю за алюм у тебя. Тут еще есть у него место, и вот там. Вот меня интересует, куда надо этого поселенца пойти. Ну, надо Конго вот сюда, ну, под Балтимор вставить город. Конечно. В принципе, у Конго еще есть место под два нормальных города. А вот еще и остров, кстати, есть. Куда город поставить? Место где дружим? Да, да. Забавно. К охотею я первый нашел. Ну, что я хочу посмотреть? Ну, что такое? 20 раз на тыкал, чтобы пострелять с города, и не пострелял. Да. Нет, туда ведет. Ну, что-то вот боится Конго туда город ставить. Ну, это не... Привет, Вивик. Что-то, значит, уже француз осаждает город. Или... А, или просто он хотел город... Ну, построил, наконец, стену в Ларошеле, уже ненужную. Ну, в общем, ждем, когда француз выйдет в рыцарей, либо летучие отряды, а ну там еще и селитра хочет хоть кто-нибудь вообще. Да, кстати, тут дуэль, когда французы четыре города стоит. Союз, я не пойму. Объясни-ка, что-нибудь. Рим, нападай на него. Попили вместе. Я просто не понимаю смысла, он далеко. Венга, как хочешь союз. Союз так и три города до сих пор. Здорово. Ну, зато поселенец появился, наконец-то. Давай вот такой. Астеки реально отыграют роль индейцев отстающих. Суперкерл сделок. 28-14 культуры. Хуже только монгол, который в войне перманентной находится и постоянно просто всадников строит. Всех остальных намного лучше. Рим, там Бордо можно забрать. Я у себя-то ходить не успеваю. Бордо можно забрать. Это типа монгол подбивает Рима. Ну, Риму вообще неудобно. О, тут у монгола есть куда селиться, кстати. Это хорошо, тут будет так. Я хочу глянуть суперкерл, что открыл. Экономический союз с Конго заключает. Притом довольно много заселенной местности. А покажи суперкерл Кахоке. А, здесь. Махенджи, да. И Шарбов. Да, да. Ну, Махенджи Дара надо союзить. Махенджи Дара очень много культуры будет давать. Она дает плюс 2 культуры за каждый район на побережье. А тут такая карта, что будет куча районов на побережье. То есть... Там, да, между вами больше 25 вроде бы. Суперкерл, тебе не кажется, тебе надо послов кинуть? А, нет. Да, я перепутал. Я перепутал с другим. Сорян. Перепутал с другой ГГшкой. С кем я перепутал? Кумаси? Нет, подождите. Кумаси... Кумаси от... От караванов дает культура, если в города государство посылать. А какой же город государство дает? Да, Кумаси торговые пути. Нанмадол. Нанмадол. Район... Районные на побережье и озера возникают плюс 2 культуры. Это была хорошая идея. Я не увидел. А что тебе открыло? А, увидел. Так, все. Прикольно, да. Кстати, на самом деле, Махенджи Даро для американца тоже неплохо, потому что у него внезапно все города без рек и без пресной воды. То есть ему как раз Махенджи Даро очень в тему. У него куча жилья. Куча жилья. Ну и Болония. Это первое... Это единственная, кстати, научная ГГшка пока на карте. Я больше других не видел. И единственная открытая. Туда будут сейчас тоже послов американец отправлять. И у него будет куча... Так, а покажи другие в каких эпохах. В смысле в каких? А, еще я понял. Угу, спасибо. Риму не повезло выйти в золото. Ну, а французу просто... У него есть чем заняться, кроме как выходить в золотой век. Конечно. Еще глянул Ацтек. Где город, когда я бы поставил, не поставил. Что еще идут? 5. Ну, вот это вот пример очень медленного развития. Вот так играть в три города до 60-го хода аж. Это просто, ну, не дело. Это просто проигранная игра, хотя здесь никто не мешает вообще тут. То у конга. Конга очень медленно идет по культуре. Понимаю, почему ты конницу строишь в Франции? Угадай. А что ему надо строить? Ну, а как бы могу его конницу захватывать своей. А что, у него железа нету? Предлагаю военный лагерь. Предлагаю промку. А военный лагерь звучит неплохо. Промку в районе. Поддерживаю промку. Все развитые игроки не будут за военный лагерь голосовать, потому что они уже практически в промышленных зонах. Да, давайте я газоведку. Конгресс прошел. Я думаю, что будет принята промышленная зона и разведка реально. Хотя, может, кто-нибудь там вбросит кучу дипломатии. Сейчас глянем. Венгрии там. Конго-торговец. Ну, Конго еще у него уникальный район же у них есть. Кстати, с тропическими лесами тоже все хорошо. То есть, уникальные районы Конго тут очень неплохо будут строиться. Мне вот интересно. Я хочу спросить у Конго, почему он боится вправо. Ой, господи, с титры. Железо бы дать? Чтобы ты там, ну, хотя бы не конями от Монгола отбивалась. Она не отбивается уже. А, то есть, она заканчивается. Ну, как бы тут пока какой-то паритет, что ли. А ты Супергерл Монгола не встретил еще? Нет. Ну, ты сначала встреть, потом предлагай. Просто он бы видел, что 38-45 у Франции и 12-10 у Монголы. Ну, не знаю, у Франции и 12-10 у Монголы плохо. Плохо, потому что кто-то город поставил хорошо. Ну, их тут дуэль, конечно. Ладно, как там у Рима? Дела. Кстати, Монгола, ты много захватил всадников у Франции вообще? Нет. Ни одного? Один, один. Один? Что самое смешное. Ну, вот тут уже... Зомби, а наведи у Аквилей, что-то там строишь такое, пожалуйста. Я сейчас ничего там не строю. Ну, вот справа от Аквилей. А, ну, хорошо, слева от столицы, я не знаю, ну, то это вот это. А, я понял, уже вижу. Это великая библиотека строится в Риме. Он совершенно правильно не вырубает здесь леса, потому что иначе производства не будет. Но ему бы... Ну, он в лесопилке... Вот, в лесопилке он уже идет. Собственно, у него нету производства. Вот проблема Рима с его территорией, у него нету производства просто. Очень грустная территория. И он только поэтому, мне кажется, не лидирует. Ух ты, 64 науки, 48. Ты он что, в Просвещении, что ли, уже открыл Конго? Откуда у него так ломануло науку и культуру? Зави, покажи, пожалуйста, карточки свои. А, соседство коммерции, у него золотой век. Золотой век соседства центров коммерции идет. Вот отсюда он науку получает. А культуру? Культуру, вот интересно, культура откуда у него такая? У него только одна театральная площадь. А эти шедевры можешь показать еще? Ничего там не изменилось. Понятно. Так-то откуда у него столько культуры, 53? Спасибо. Венграя сделка. Ну, у него, понятно, пингала прокатит. Сейчас изменится. Руба. Да, да. Ну, ему, конечно, надо в археологический музей выходить. Это как раз будет больше всего давать Конго бонусов. Но откуда у него культура капает? Слушай, а откуда у тебя культура капает в Конго? У меня есть паку райончиков. Ну как пару, я по один только вижу. Один, да, только. Ну это не... Привет, привет. Привет. Поможешь? Не знаю, даже не знаю, откуда она на iPad'е-то в основном-то. Так, подожди, наведи на культуру. Наведи... Ну, вот, получается, если так смотреть... А, от входя... А, это тебе... А, у тебя культурный союз с венгром, что ли? В ходу с венгром, да. Видите, ему венгр... Слушай, Франция, как так? Что? Такая ошибка. Подожди, я переключусь, что... Ну, подководца оставил чисто, и я его захватил, и он... Ну, ты не захватил, да. Он в Ларошель, наверное, переместился. Я считаю, что тут француз уже не прав, в том плане, ему не надо упарываться здесь в войну. Ему надо дождаться просто уже сейчас своих юнитов более крутых и снести уже монгола. А он всё в этих всадниках. Зачем? Всё строит всадников. Ему надо науку сделать, выйти... Ну, вот стремя... Ну, стремя ему не поможет, потому что всадники не апаются в рыцарь, ему надо других открывать, ему надо летучие отряды открывать. Красный город. В всадники будут летучие отряды апаться, и вот тогда он уже снесёт монгола. Потому что монгол дико отстаёт просто. Четыре города у Франции. Ну, вот не стоила эта война того просто. Ну, и француз как бы здесь тоже немножко упоролся. Ну, да, идёт у тебя. Ну, он нормально... Он вот сдержал первый натиск монгола. Всё, посиди, отдохни. А тут в этот дуэль всё. Это вот уже минус два игрока. Поэтому интересно следить за Америкой, Конгой, Венгром и Римом. Вот это четыре игрока, которые всё ещё претендуют на победу в этой партии. Катя, интересно... Монгола, покажи дерево технологий, пожалуйста. Там всё очень плохо. Дальше ещё в левом Матани. Блин, джат стык... Вправо, да, из... Прошу прощения. Джат стык их опережает по развитию охренеть. Спасибо. Ну, то есть, вот... В нижнюю надо было французу идти в этот... В стремя... Ой, в стремя... В летучие отряды. Куда всадники. А у него денег-то... Так, это... Монгол у... Как раз у... У... Франции денег дофига. И у него как раз... Эти лошади капают. В большей мере, чем у Монгола. Ещё с лошадьми больше повезло. Ну, я правда, конечно, он прокачал свои юниты. У Монгола вообще нет упор... Ну, единической это не считается. То есть, Монгол теряет постоянно свои юниты. А у... Англичанина уже вторую. То есть, он за атаку с флангов очень неплохо он имеет. Но... С другой стороны, это нивелируется бонусом Монгола плюс 3. Ну, блин, всё как-то... Вот это упорка. Просто, ну... И это англичанин сам себе такую фигню сделал. Так. Меня интересует... Конга... Э, точнее, Рим. В плане развития. Но ему больше городов надо ставить. Всё ещё. Всё ещё больше городов. Ну, в принципе, Рим, да, действует по поводу. Мне кажется, сейчас ему больше... Больше бы... Рабочих не помешало. И вот проблема в том, что он не вышел из Золотой век. То есть, он не имеет бонуса от... Лагерей. Ну, тут Конгресс просто улетает. Следующим ходом воин вернётся с 20-х годов. 61 наука у Ацтека. Откуда, интересно? Ну, это опять же Золотой век и соседство. По-моему, не 20, а все 60. Вполне, да. Гавань. Да, кстати. Гавань. 20 где-то, да, около 60. Кампус-гавань. Кампус-гавань. Но всё равно он будет отставать от ребят. Особенно это культуры касается. Вот этого развития. То есть, в долгую игру у него пока только... Вообще, два нормальных города. Хотя бы до 10 и 11. Да, а тут вот культуру, кстати, Конга во многом венгер качает, посылая к нему караваны. Ещё тут Конга хорошая. Это, конечно, ситуация, что могут попилить они вдвоём. Но так как они вдвоём в союзах, то американцу и венгру как раз именно Конга выгодно отправлять. Хотя американцу, может быть, и к Риму ещё может быть выгодно. А венгер просто пока Рим не нашёл. Ну, как бы он его встретил, но он не понимает, наверное, города. Его давайте я гляну. А, нет, понимает. И у неё есть союз. Мистер Ди, можешь показать свои торговые пути? Ну, только к американцу и остальные Конга. Но ему, наверное, именно по деньгам будет выгоднее всего к Риму отправлять, я так думаю. Потому что у неё оба все морские города будут. Ну, посмотрим. Спасибо. Спасибо. То же самое я хочу посмотреть у Супергёрла, куда он свои отправляет караваны. Он тоже явно союзится с Римом тоже. Нет, только с венгром и Конга. Хм. Значит, он все караваны Конга отправляет. Мне кажется, этому скауту хана. О, смотрите, смотрите, какая тут, какой тут остров. Вот это как-то пустой остров под восьмого игрока. Тут семеро всё-таки. Вот этот остров под восьмого игрока, судя по всему. Но он далеко, и он для Конга. Судя, вот Конга, наверное, там должен заселяться. Я открою Конга, гляну. Но Конга не видит. Тут он там вот сверху... Кстати, у Конга куча науки даже без городов-государств. Ну что, Суренил Махинжи Даро теперь ещё и Арму встретил. Ну, отлично. Поздравляем. Ты великий путешественник. Стал скруга с веточку ещё застолбить её, считай. Ты главный путешественник в игре. О, Конга Антону на реву перекупил. А вот он, где Брюссель стоял. Да, да. Стоит. Ух ты ж, как она там закрыта. Интересно, конечно. Покажи, пожалуйста, Конга, дерево социальных политик. Как у тебя развитие идёт. Один ход до археологических музеев. Скоро Конга будет улетать просто. И всё, подвис у меня стримать тебя. То есть, тебя только видно, что ты навёл. Ты тут? А, ну, собственно, да, 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 да. Я тут. Видно? Нет. Так, сейчас переключусь на кого-нибудь другого. Рим, дружбу с Францией заключает. Тут уже два острова, чисто никого не заселённых. Да, тут такие острова красивые. Морскую экспансию надо мутить. Да, вот эти острова, вот они. И тут как раз от Конга близко туда плыть. Сейчас я всё-таки попробую у него посмотреть. Социальные политики. Открой ещё раз, пожалуйста, Конга, дерево социальных институтов. Видно? Нет, блин, не знаю. Всё, у меня у тебя стрим висит просто. А, вот сейчас видно. Я эпик заг... А, видно. Ну, у тебя явно что-то уже как-то хреново стримит, потому что вот и квадратики, и практически ничего не видно. Ну вот, он выходит в археологический, и ему дальше надо будет идти в археологов. Сейчас будут строить археологические музеи. Будем пора... Театральные площади? Да, будем. Ну... Я считаю, это уже до конца игры. Да, там как бы... В защиту монгола могу сказать французу, что ему действительно нету других вариантов из-за твоего города. Притом, что тут как раз француз может победить, но... Это его тоже выключило из игры. Что за чудеса... Да соедини ты уже этого полководца с коняшкой. Тогда коняшки медленно бегать будут. Так нет, там и четыре, и там четыре же. Разве? Полководца четыре перемещает? Да, четыре. Все, он... Англичанин, покажи дерево технологий, пожалуйста. О, англичанин, француз. Покажи дерево технологий, пожалуйста. Ну, спасибо. Не знаю, почему он в летучие отряды не хочет идти. У него куча всадников и есть лошади. Выйди в летучие отряды, у тебя новые... А монголу очень далеко до всего этого с его наукой. Ну, уже видим, да, сейчас. Ацтек раскачал науку за счет соседства гавани этих, но она у него уйдет. Вот это у американца своя наука. А юнитодоводи, они же не лечатся. У Конга... Да, там есть только прокачка, когда на чужой территории... Ну, не на своей территории. А Конга тут не видно. У Конга тоже много науки, но она, опять же, тоже от соседства. Тоже не своя, не совсем своя. То есть, тут своя наука именно у американца на данный момент. Большая. Нормально или квадратики продолжаются? Ну, пока... Сейчас получше немного. Но, конечно, на будущее тут у... У Конга лучше всего. И старт у него был лучше. То есть, его сдержало только то, что у него соседи есть. У него там, конечно, еще справа остров, который надо ехать, заселять. Но он как раз тут сейчас выходит. Вышел в археологические музеи. Ему еще надо выйти... Слушай, Завя, покажи, где твой этот район уникальный. А, ты уже все понял. Он уже открыл свой уникальный район. Сейчас будет его ставить везде. Мбанзу. Это куча жилья, куча счастья. То есть, тут я бы пока говорил, что именно Конга лидер. Мбанза дает плюс 2 еды и плюс 4 денег. Ну и плюс 5 жилья. Просто без всякого престижа, без ничего. То единственное, надо, чтобы тропические леса были. Проблема только в тропических лесах. Потому что мбанза... Ну, обычные леса и тропические леса. Только там она строится. Так, сейчас я включу американца и отойду на минутку. К ruin. Продолжение следует. Нестерги, помоги, пожалуйста. Ты 10 вход просишь. Да. Слишком. О, нет. А гарнизон считается корабль. Так, давайте размышлять, какие у игроков, что вот им надо в будущем делать, чтобы иметь шансы на победу или вообще побеждать. Чтобы защиту городу давал. Конго идет в свои... Нет, карточки. Карточки, да, да, да. Идти в археологов, все шедевры ставить, собирать и, возможно, еще заселить справа у острова. То есть, в принципе, Конго вперед идет. У Америки, как мне кажется, шанс только как раз в захвате Конго. То есть, я не вижу у него тут хорошей территории, производства и какой-то еще территории, где, например, города еще поставить. То есть, как мне кажется, Америке надо договариваться с Венгром на то, чтобы пилить Конго. То же самое и касается Венгра. То есть, у Мистера Ди тоже некуда селиться особо, еще расселяться. Нету рядом каких-то еще территорий островов нормальных заселиться. Ну, может быть, приплыть, конечно, Рим захватить, но Рим просто лучше выглядит. То там Венгр 53-74, а Рим 44-3... Ну, нет, смотрите, 52 уже культуры, нифига себе, у Венгра как-то так раскачался на культурку. Монархию принял. О, интересно. А, ну он караваны пускает, он караван, у него культурный союз с Конго, но только к нему караваны, и он неплохо культуры имеет, потому что Конго как раз в театральной площади идет. Ну, кстати, может быть, имеет смысл Венгру еще подумать над морской атакой Рима все-таки? Вот теперь-то он его видит. И мне кажется, вполне... То есть не на каравеллах и фрегатах, но на каких-нибудь линкорах вполне может получиться. Ацтек внезапно... Здравствуйте, здравствуйте. Тоже какую-то культуру... Ну, не культуру, а науку, но у него во всем остальном плохо. То есть он, во-первых, все равно по науке отстает в любом случае уже. У него долго было мало науки. Ну, вот от этой четверки. А во-вторых, очень медленно расселялся. То есть они сейчас будут получать все больше культуры и науки от жителей, а у Ацтека ничего нету. Только сейчас у него раз... Только сейчас шесть городов стало. Время, как у всех остальных, семь уже было давным-давно. Звуки какие-то есть от Ацтека, а картинки нету. О, пошло. Ага, видите, он все-таки на одном континенте с Англией и монголом. Видите, как получается. Вот он не расследовал эту территорию. На одном континенте с Англией и монголом. Что там у Англии и монгола? Все еще война всадников. У монголы уже больше сил армии. Ну, видимо, англичанин решил таки немножко в развитие поиграть. Не знаю, ну вот всадниками этот город не берется в Ларошель. Осада Ларошели. То есть вот эта война... Ну, монгол уже тут ничего сделать не может. Просто ничего не может сделать. Потому что проиграно развитие. Конечно, с этой стороны... Если бы это была дуэль, то англичане... Француз... Постоянно путаю, потому что, блин, за этот цвет как... Француз действовал правильно. Но в плане ФФА в долгую получается, что ты получил себе соперника, который просто ничего не остается, как воевать с тобой. И ты просто проигрываешь... Игру в долгую. То есть в дуэльке, пожалуйста, француз тут победит, но... ФФА он проиграл. Уже. Никак не догнать. Потому что 4 города, куча ресурсов потрачено на... Средизмство этих всадников. Он почему-то... До сих пор не понимаю, почему... Вот куда он идет? В картографию? Почему он не вышел в летучий отряд? Ты опережаешь соперника по науке, но ты это никак не используешь, потому что ты не идешь в более современные юниты. Он вышел, правда... Да, он вышел в селитру. Чудо света? То есть он вышел в селитру... Муккале. Оно написано дает одно довольство. Какое чудо? Памуккале? Да. Оно дает довольство. Каким образом? В принципе, из-за того, что оно есть? Или не надо его... Нет, на территории должно быть. На территории должно быть. И плюс оно еще эту воду дает пресную. У тебя... Вот я возвращаюсь к французу. Он вышел в селитру, увидел, что ее нету, и решил, а, я не могу поставить пушкетеров, какая жопа, пойду в развитие. Хотя у него следующий его юнит после всадников, летучие отряды, которые требуют как раз лошадей, которых он мог спокойно выйти и апнуть всадников в летучие отряды и использовать против Монгола. Все, нету селитры, все жопа. Какое несчастье. Что же мне дальше делать? Тут есть же варианты все-таки. Так, кого мы тут еще глянем? Ну, давайте Конго. Конго, конечно, вот самое... Самое приятное развитие у Конго. Идет ли он в археологов? О, вообще зеленый экран. Нет, загрузилось все-таки. Ну, строит археологические музеи. 95 науки, 90 культуры. Культура, причем у него от караванов. Завиа, покажи свои караваны, пожалуйста. Ну, у меня от тебя слайд-шоу, конечно, идет просто. Ну, собственно, когда прилегал, ничего такого не было. Хотя он от своих караванов меньше имеет культуры, чем от караванов венгра. Спасибо. Что интересно. Хорошие у него, конечно, районы, у него много производства. Он уже поставил свои эти уникальные районы в некоторых городах. Но надо везде, конечно, их поставить. Это и жилье, и деньги, и еда. То есть, и города выстроят. То есть, он... Ну, вот за Конго вполне можно в высокую империю играть. Еще так, великий торговец. Пришел это при том, что... Ну, когда закончится золотой век, я считаю, что науки больше будет у американца. Потому что он и Болонию нашел, и у него компусов больше. Давайте вообще глянем, что там Супергерл еще нашел. Вон где. Вот на мини-карте, вот видите, остров внизу, где куча... Все началось с Кахоти. Пошло в Махенджа-Даро, перешло на Болонию, на Арму и на Катус. Класс. Зеба. Еще и два города государства. Вот где все города государства были спрятаны. Их, конечно, должен был венгер находить. Американец. То есть, вот как американец, вот отсюда считать... Видите, мини-карта где? Плыл, плыл, плыл там Конго, Венгра, и вот тут нашел все эти города государства. Конечно, странно. Он это первым сделал. Так, ну, Антона Нарива, по-моему, перекупил у него в итоге Конго. Ну, Конго это надо, конечно. Еще повезло, тут нету Вавилона, который дает науку от археологических этих. И какой-то есть, по-моему, какая-то ГГшка религиозная, которая там на на артефакты. Сейчас я попробую у тебя циф-6 Леша играет точка-ру посмотреть какие-то 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 города-государства. Вот. Вот. Так, как у нас эти артефакты называются, по-моему, да? Да, Вавилон дает плюс одну науку от каждой реликвии или артефакта и плюс две науки от каждого письменного реликвии. Вавилон тут бы для Конго вообще очень в тему был. А также религиозная ГГшка, которая дает реликвию при открытии каждого нового чудо-блю... Канди, а она есть, Катя, на карте? Она на карте есть. Слушайте, Канди же есть, да, в игре? Нет? Да. Есть, да? Да. Ну, для Конго, наверное, уже поздно. А, нет, стоп. Конго не может использовать Канди, просто по той причине, что у него... День добрый миску. Или подождите. реликвии при открытии... Нет, может использовать. Может использовать, потому что у него в столице, в отличие от всех остальных, то есть у него нету... Конго не может построить священные места, в них храмы поставить, чтобы туда реликвии размещать, но зато у него в столице шесть слотов под любые произведения искусства. то есть он как раз в столице может эти реликвии размещать. Реально, всю карту Супергерл в первую очередь открывает. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!